Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, и мы продолжаем проходить Байонету. И перед началом я напоминаю про активность, ребята, не забывайте тыкать пальчики вверх и комментировать. Кроме того, ребята, подписывайтесь на соцсети. YouTube перестал присылать уведомления ряду зрителей, поэтому, если хотите получать ролики вовремя и сразу, да, там, то подписывайтесь на Telegram, Facebook и Twitter, или на что-то одно из этого, да, потому что, ну, нет уведомлений, и всё, хоть убейте. Начинаем! Вторая из-за тракта в поле и обрадовавлений. Как думать о том, что эти вещи, которые разбили у нас, не просто платят нас на их области. Вы, вы думаете, что мы просто говорим, «Эй, мы здесь», и они нам дадут кгарди? Такие вещи выглядят хорошие из-за здесь, но чем дальше идти, тем сложнее не заметить реальность этих вещей. Чешире, посмотри. О, я смотрю. Ха-ха-ха-ха, ты блин, японцы. Добро пожаловать в мою зону фантазии. Пойдемте, пожалуйста. Нифига себе, они разнообразили геймплей. Во, хорошо пошло. Напоминает старые игры, помните? Где нужно всякую мелочь отстреливать на космическом корабле. Ну, пока вроде норм, живем, да? Я надеюсь, у вас глаза не вытекают, а то YouTube когда пережимает, это прям боль. Все, да? Сейчас, секундочку, стрелять. Ага, хорошо, я понял. Давай! Вот сейчас вправо, ну и ословил прям лицом снаряды. Да уж, как здесь пройти без урона, я не знаю. Для людей, которые выбивают платину, это, наверное, вообще боль. Потом расскажите мне в комментариях, как оно. Ну все, они улетели. Но обещали вернуться вроде как, да? Да ёпты, серьезно? Эх, не получилось. Ну они улетели? Это что за херня? Что это значит? Переведите на русский мне, ёпперный театр. А, понятно, типа босс, да? Мини-босс. А, знакомая рожа летающая, да. Чё это я сразу не признал-то эту тварь? Ненавижу их. Ай, получил слегка, ну ладно. Сейчас мы отомстим. Эта тварь никуда от нас не денется. Это я могу вам гарантировать. Чё-то мы вроде летим, а город ближе не становится. Что за фигня? Получилось, да. Победа за нами. А, ещё мелочь опять, да? Давай! Ну пока неплохо идём. Такс. Новые враги. Мы вроде их видели в основной игре. Но вот в этом полёте ещё ни разу. Да ёпты, достали. Да что такое? Надо выше взлетать, видимо, да? А, можно ещё ракетами херачить, точно. О, пошла жаришка. Во, хорошо. Осколок сердца ведьмы, нифига себе. Откуда он взялся, непонятно только. Ещё врагов давать это было мало? А, типа, окей. Немножко разнообразили процесс нам, да? Ох, блин, у меня реально сейчас башка закружится. Я уже слишком стар для этого дерьма. Ха-ха-ха-ха. Такого быстрого. Во, хорошо пошло. Ну, реально, мне кажется, мы летим уже бесконечное количество времени туда. И город даже, сука, не приближается. Что такое? Во, опять какая-то херня тут. Опа. Ай. Аккуратно. Сейчас уворачиваемся. Хорошо пошло. Тихо, 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 тихо. И, сука, сбил меня, понимаешь? Атаку. Хорошо, во. Получилось, да. Получилось, но дали мне только серебро. Но это неудивительно. И это ещё не всё. Это был только первый бой, охренеть. И сколько ещё таких? Надо было чуть короче секцию сделать, слушайте. А их можно вообще уничтожить? Можно, да. Ну, парочку я уничтожил. Но один, сука, живой остался всё же. Угу. Да что ж ты хочет? Я всё пропускаю. Получилось, давайте дальше. Ну? Это были все, да? Больше никого, я так понимаю, не будет. Всё уничтожен, кажется, нет? Чё, серьёзно? Да блин! Здоровья всё меньше и меньше. Ух, чё-то, ну не, секция на самом деле перетянута прямо адски. Нужно было делать её короче. Ну, потому что, ну, уже реально башка кружится. И как бы, ну, чё-то как-то вообще ни о чём. Оно одно и то же повторяется. И очень мало разнообразных ситуаций, если уж говорить прямо. Как-то надоело очень быстро. Это прям, ну, скучновато становится. Оно одно и то же. Секция за секцией одинаковая. Секция за секцией. Ну там какая-нибудь хрень сдохнет-то хоть одна, а? Так, хорошо, хоть что-то хорошее. Всё, да? Ура! Надеюсь, это конец. А это ещё не конец, понимаешь? Ну вот капец, вы что издеваетесь? Стоп, есть у меня что-нибудь? Потому что, ну, что-то реально уже задолбала меня эта миссия. Очень скучно, прям нереально. Поначалу весело, но просто это в итоге перетянуто. Понимаешь, просто перетянуто. И как-то, ну... Разработчики не знают меры. Порой. Просто уже, блин, сколько мы тут летаем? Минут 10, да? И как бы, ну, это прям перебор, слушайте. Иногда нужно останавливаться. Ну, давайте уже, ну, конец. Ну, сколько можно? И, понимаешь, и одно, и то, что меня уже начинает раздражать. Ну, прям реально. Чё-то прям напрягает, трындец. Да, блин. Ну, как это хер... Ну, сука, ну, как же бесит, а? Ну, вот это тупорылое меню. Ну, опять какая-то херня. Ну, давайте уже. Ну, просто уже реально башка кругом идёт. Это просто даже как вот, типа... Ну, как это жанр называется, я забыл, напомните мне. Ну, короче, даже, в принципе, в рамках этого жанра, который сюда запихали, это прям отвратительно сделано. Не зря делают вид сверху обычно в такие моменты. Потому что, ну, вот так просто в глазах уже рябит. И нихера непонятно, что там происходит. Надеюсь, это просто уже последний босс, как бы, и... Мы всё заканчиваем с этой миссией, ничего подобного в игре больше не будет. Потому что это прям отвратительно настолько, насколько это, в принципе, возможно. Худшая миссия в игре однозначно. Хуже ещё не было. Хуже. Худшая миссия в игре. 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 все слушайте но это просто бредятина давайте за и это еще не конец что ли ну пожалуйста что это конец а ну прям уже невозможно ужасная миссия ура ну наконец-таки слушайте это было невыносимо просто а а а Субтитры создавал DimaTorzok John, if you've made it this far, that should be enough. You're back to your old self. This is where we finish what was started so long ago. The friend of my enemy is also my enemy, be it witch or sage. The Lumen Sages. They were our counterbalance as overseers. Between us, there was a law that was never to be broken. It stated that the intersection of light and dark would bring calamity to this earth. But 500 years ago, a child was born in clear violation of this tenet. That child was you. 500 years ago. The disaster this caused sent the clans into a spiral of chaos that continues to be felt to this day. You, the half-breed of light and dark, are at the center of that chaos. Allowing you to continue to exist is a danger that cannot be accepted. When the eyes of the world are within our grasp, the power of creation will be awakened. That's why the left eye, our treasured left eye, will never fall into the hands of another. The left eye, our treasured left eye, will never fall into the hands of another. Bayonetta, it is time that this is brought to an end. That you are brought to an end. You, you did it. It is our charge as witches to protect the treasures of the clan by any means necessary. Even if it means burning every inch of this island to a crisp. I'm really beginning to hate missiles. You know, I have no idea what the hell you girls got going on here. But you don't mind if I take this off your hands, do you? Get in, Seresita. Mommy? Mommy! It's time is of essence. This can wait no longer. It's time to kill you. And there's a lot of fun. And there's a lot of good. And there's a lot of good. It's a lot worse than that. And there's a lot of bad. I was also thinking, I don't think, that's the thing. I don't think anything. I don't think so. But now, it's even a little bit funny. But now, it's just not as funny. под финал что-то я все-таки чую что игра то в общем-то перехвалена достаточно сильно и я начинаю потихоньку понимать почему она не выстрелила у игры реально фундаментальные проблемы начиная от того что даже банально за сюжетом не интересно следить то есть тут интересно смотреть на байку только байкал как персонаж она прям клёво и на нее приятно смотреть но за самым сюжетным повествованием наблюдать вообще не интересно как бы это вот проблема большая плюс ко всему я бы не сказал что в боевой системе что-то выдающиеся есть особенно после того же дел мой края 3 ну ребята плюс много самоповтора затянутых моментов как бы да и то есть игра то в целом неплохая ни в коем случае но она типа средняя то есть это прям даже нехорошо это вот именно средне мы просто потом наверное знать что сделаем чтобы вот так вот наглядно продемонстрировать мы с вами пройдем третий дал мой край и просто вот на скажу тебе скажу на контрасте вы увидите просто разницу да типа ну где хорошая игра где типа ну не очень так погоди а у меня тут ни хрена нет да я ничего сделать не могу получается или могу могу подожди компоненты да блин вот ну вот меню просто чудовищный я хуже меню в жизни не видел наверно блять подожди ужасно сделано ноут японцев прям беда со всем вот этим вот добром и Ой, я не успел нажать Ха-ха-ха-ха Давайте еще разочек Еще разочек давайте А, тут был чекпоинт, благо, ура Вот, хорошо пошло А, тут я получил, да, херовато нажимал Печально, это, конечно, все Ну, просто, вот, бэйн, вот, херово То, что все это в движении, все это плывет Как бы, прям, тяжело ориентироваться На самом деле Я понятия не имею, что вы там видите, да? Да вот, блин, а, давай на другую сторону Вот, блин, блин опять я пропустил что-то что такое да блин вот ни хера не вижу камера вообще просто дохеренно да ёб ну давай же спрыгивай ну вот хорошо пошло хоть раз просто еще проблема в чем то что этот бой уже повторяется который раз понимаешь вот типа прям блин мы уже который раз не деремся да и как бы этот бой он повторяется то есть ничего нового мы там мы этой схватке плюс ну вообще не видим она только меняет свой внешний вид наверное да и на этом в общем то все вся разница заканчивается приемов я у нее новых не замечаю все получилось за ну чё так короче капец это же просто повторяющийся бой и это не так впечатляет но что-то реально под конец байка сливает сливаться начинает сейчас наверное фанаты меня разорвут просто адски обидятся на меня как обычно на улице с сервис тыл но конь фамира все мемори и и хелд по 500 и ада соус объявляет ты клауджу ввешен Но теперь ты обрабатывал твой фейт. Так вот, как ты обрабатывал меня. Так вот, почему ты обрабатываешь украшения Амбрин. Так вот, почему ты обрабатываешь левого лица. Мы боремся за эту стону. И из-за этого, все умерли. Эта гем вернула так много памятников. Это почему левого лица, наш любимый левого лица, никогда не падает в руки другого. Папа! Я не буду обрабатываться на волшебном левом левого левого лица, который обрабатывал наш родственник. Твоя пусть закончится здесь. Твоя пусть закончится. Ай-а-а-а! Твоя пусть... Твоя пусть... Продолжение следует... 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 моменты которые совершенно неинтересны лучше бы троша не на происходило постоянно то есть это было бы гораздо веселее чем типа какие-то попытки там что-то серьезное повествование ввести ну все 56 по большей части разработчики просто не знали меры то есть их нужно было контролировать и вот на этом фоне мне реально интересно посмотреть на вторую часть то есть насколько большая разница между этими двумя играми но одно я могу сказать серьезно хотите там бомбите не бомбите первая байонета реально переоценена очень сильно то есть да она поначалу были была веселая я не понимал почему она не стала успешной но теперь я вот смотрю на это и понимаю почему понимаю ну оружие смысла нет покупать аксессуары как обычно подожди-ка нет у меня столько денег нет леденцы 1 2 3 4 давай еще купим вот эту херню да но это я покупать не буду не вижу смысла может что-то еще есть из приемов твист форма ворона а чё она делает превратитесь в птицу использовав форму ворона чтобы на некоторое время получить возможность летать ага ну не не хочу форму летучая мыши продана твист ведьмы ну-ка взлетите воздух вращаясь как юла можно выполнить в прыжке за счет магической энергии также будет выполнен коварный удар ну-ка примерить нажмите удерживая а вот ага понял ну хорошо давайте пусть будет что еще дожигающий пинок добавьте жару и поразите врагов стремительным ударом ноги в прыжке восходящий прыгнув немедленно нажмите ага нисходящий во время прыжка в любом направлении бы пример примерить ну-ка ага чё погоди ага ну пускай будет чё ещё брейк танцуем брейк поливая все вокруг градом пуль можно выполнить в прыжке зажмите правый триггер удерживайте ага ага о да хорошая штука слушай ахаха это было забавно о чё я делаю секунду 25000 осталось портальный пинок тени переместитесь через магический портал чтобы оказаться у противника над головой и нанесите сокрушительный удар ногой за счет магической энергии также будет выполнен коварный пинок правый триггер и потом б ну-ка ну-ка не понял нажми ну нажал и чё не понял херня какая-то ага то есть нужно одновременно короче неправильно перевели они описание то есть нужно делать одновременное нажатие должно быть я правильно понимаю ну-ка да все этого хватит пойдем начать башня правды глава пятнадцатая мы уже близки к финалу скорее всего следующая серия станет последней ребята на этой неделе выйдет так что будьте активны ну-ка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Комплекс и Давл Понятно Ой блин стоп Не ту кнопку нажал случайно Ой блин слишком быстро Сейчас я атаковал думал успею Увернуться Напоминает сразу Маджиму теперь Ха-ха-ха То есть можно так вообще эту херню абьюзить Да? И ничего не могут А нет могут что-то сделать Да перехватить Ну да то есть пока ты встаешь Тебя могут прям порвать Да что ты делаешь Отпусти меня Все Ну конечно да Херово начали Урона слишком много я словил И что дальше исправимся Все пойдем Аптечек вроде не было Погоди-ка там закрыто По-прежнему странно А вон еще Да Враги пошли другие Да еб Да еб Серьезно? Не успел вернуться Охренеть Ну хоть аптечку дали И то радует Ну опять же да Серебро получил Опять Ну уже получше Видите да? В прошлый раз была бронза Теперь серебро Прогресс Прогресс Что у нас тут? Это что такое? Кто-то меня спалил что ли да? Готов Следующего Несите А что они застыли Внезапно? Зацепил меня падла Представляешь все равно Все получилось Но немножко я дамага Все же получил Блин Обида, печаль, грусть Засосик поставили Ну золото Заметьте Бронза, серебро, золото По логике Дальше должна быть платина Правильно? Сейчас проверим Оу Это было наверное больно Поехали еще разок Как я и говорил Платина Только видишь Видимо долго убивал Поэтому не платина Печально Печально То есть Ну дальше должна быть Платина плюс Верно ведь? Да ебт Серьезно зацепил Меня платина уже не будет Да давайте Да давайте ну Все каблуком раздавили А еще здесь есть Это еще не все Кто-то еще пришел сюда Я смотрю Поехали Поехали Тут надо крутить Я уже запомнил Я сразу заранее подготовился Давай-давай-давай Минус один Все получилось Идем дальше Какой хоть рейтинг Золото Ну ладно Похуже Опа Это что за херня? Это видимо нельзя А можно убить Да это? Ну видимо текаем Лучше наверное Да Да бежим Видимо эту херню Убить нельзя Я так понимаю Поэтому Давайте просто сюда Рвать когти Засыпил меня тварь Ну ты представляешь Даже как-то обидно Все получилось Но пропустил слегка Обида Пойдем Быстро наверное Давайте проскочим Не будем рисковать А все-таки Эту херню Можно убить Да? Ну хорошо Как скажешь Давай иди сюда Опа Вот и где-то работает Ну забавно Давайте Напоминает мне Секцию с Dead Space Почему-то прямо сейчас Давай Пога неплохо идем Первую херню А я ж нажал Ну что за херня Ну несправедливо Прям обида Тихо стоять Куда ты летишь Ты еб твою за ногу Ну давай Немножко осталось Баечка Ну давай Давай Все получилось Что-то еще Вот здесь Записюлька В конце видео Пойдемте дальше Нам сюда Видимо нужно Да? Да Но лифты Что-то не видать А Кажись я понял Луна Луна Да Побежали Ух ты еб твою за ногу Да я же увернулся Ну блин Ну что такое То есть Ну не срабатывает Не срабатывает Ну прям по центру Бежим и пофигу Смысла нет Уворачиваться Ну понятно А Нужно именно По лицу По другому Никак Да Чтоб тебя Да блин Да что такое Чё-то Блин Капец Не получается А по нему Нужно подниматься Да и бежать туда Все я помню Ай Ёб Стой Стой Не смей Умер А у меня Там есть Еще Дополнительная Жизнь На всякий Случай Дополнительная Дополнительная Тяжелка Ах Тяжелка Тяжелки Ну да, серебро получил, плохо И вон выход получается, да? Именно Ну давай, прыгай, да, перестань, все И где мы в итоге оказались? Это что такое? Какая-то статуя очередная, да? Ну допустим Что-то много здесь статуй, я уверен, что это будет босс, да? Очередной босс статуя, погодите-ка, погодите-ка Есть И сейчас, по идее, нет, здоровья больше не стало, к сожалению Видимо, нужно найти еще одно, ну, сердце Это мы можем сюда зайти, да? И что мы можем сделать? Ничего не понятно, сейчас будем разбираться Это нужно именно по этим бегать, да? По красным, нет? Или как это работает? Бежим, бежим, бежим Теперь сюда И здесь пробегаем максимально быстро Потом отсюда, видимо, нужно куда-то А куда, подожди, стоять? Нам нужно куда-то вот туда, да? Я правильно понимаю? Сейчас будем разбираться Напоминает мне одно из испытаний в Destiny Давай-давай-давай-давай, появляйся Что-то ничего не появляется Что за фигня? Ну Вижу Пошли хоть так А подожди, в чем смысл? И опять мы сюда пришли О, враги Ну и что ж такое? А что я не могу их атаковать? Что за фигня? Все, пошел в задницу Вот, здесь можно, наверное, проскочить было, да Теперь, надеюсь, можно проскочить здесь, да? Ибо в чем смысл? Ну, допустим Вот эти херни появились, да? Сюда Сюда Вот так Вот таким образом И вот сюда Ой, блин, серьезно? Блять Ай, вы что издеваетесь? Вот так проскочим, попытаемся Все, мы здесь Но это, видимо, еще не все, я правильно понимаю? Но мы можем дальше подниматься, что? Нельзя Подождите-ка, подождите-ка Я реально что-то заблудился Вот там можно еще выше подняться Поскакали Здесь очередной сундучок есть Забираем У нас теперь на один жемчуг стало больше Эээ, да вы что, серьезно? Ну давай же, ну Вон там какая-то срань Наконец-таки нашли, блин, считайте Самое главное здесь не упасть Ну наконец-таки я добрался до этого места Я думал, я тут сейчас сгорю нахер просто Давай, что у нас там В конце видео Так, пошли дальше Теперь нужно понять, куда идти дальше Вот нам нужно вот туда Там мы не перепрыгнем А можем сверху, да, перепрыгнуть Ладно, попробуем Вот, хорошо Теперь сюда Я тут сейчас свихну из этой миссии Давай разгоняемся И вот так вот Опа Да вот, ну что ты Какого хрена Есть Ты, бля Вот, блин, ну что за бредятина Почему он сразу начинает падать Ну полная же хрень О, это что за говно Ну тебя здесь только не хватало, блин Давай еще Так, стоп, нельзя мне умирать, нельзя Ну нахер Я просто свихну здесь Поэтому я использую аптечки Ну, блин, ну давай же уже Давай Давай Ну давай, еще раз атакуй меня Ну все, наконец-таки Считайте победы за нами Ну еще момент, который тоже хотелось бы отметить То есть мы это уже видели То есть в первый раз это было смешно Второй раз это уже не так прикольно И по сути просто слишком затянутая анимация И это не так весело уже Как бы ну, либо нужно было делать анимации больше Учитывая, что эти враги встречаются прям очень редко Либо, ну, просто не делать этого врага еще раз здесь Ну как бы потому что, ну это капец Вот реально, уже который раз видишь все эти анимации Опять же говорю, поначалу смешно, весело Но чем... Когда понимаешь, повторяешь одну шутку 150 раз Она смешнее не становится А наоборот начинает надоедать Ну а это что за херня Ну ты серьезно, опять очередная гигантская статуя Ну а теперь все боссы здесь будут, я не понимаю Ну а теперь все боссы здесь будут, я не знаю Бежим Бежим опять Ой, это плохо, да? Да Получилось Красиво умер, конечно Ну вот нам пора бежать, да? Там хвост подпалило, наверное, уже нереально Я есть, получилось Ух, прям напряжение было адское Это можно, по идее же, сломать, да? И вон, смотри, еще есть Это уже любопытно Мы уже почти что на самом верху, я правильно понимаю? Это что такое? А, все, миссия завершена Слушайте, дайте я кое-что проверю Типа, сколько там еще до конца проходить? Может быть, я просто одну финальную серию сделаю, да и все? Потому что, ну блин Вдруг там вообще уже конец А, нет, ребята, все, давайте закончим Там как раз ровно на час осталось Ну, следующая серия будет последней Ну, там я уже выскажу финальное мнение, да? Но я вот ряд вещей тут обозначил Которые сделаны реально плохо То есть, нарратив Прям очень плохой То есть, написано Убого максимально И пока, понимаете Это все сохраняло Такой вот трэшовый эффект Да? Когда вот именно Это был именно трэш Это было смешно И было плевать на то, что происходит Но под конец Что-то как-то Ну, как-то это просто Стало неинтересно уже Это раз Второй момент Я уже говорил только что Про анимации эти длинные, да? Добивающие Они уже под конец Тоже начинают надоедать Нужно было делать Либо больше таких Именно длинных анимаций, да? Либо не ставить тех врагов Где анимации перетянуты И то, что это уже Тем более не вызывает Такого эффекта, да? Вот как с этим шариком Да, было смешно очень в первый раз Во второй это уже не смешно Кроме того Миссия была просто затянута Предыдущая, да? И чудовищная Совершенно Босс-файты Ну, честно говоря Уже все одинаковые Ну, и отдельно Хотелось бы отметить Ну, всеобщую серость Я понимаю, что тогда Это было модно Да, там Metal Gear 44 Тоже серый был в этом плане Это был такой фильтр, знаете Который Меньше цветастости Больше вот такой вот серости Ну, не знаю Мне это никогда не нравилось И тут ладно Хер с ним в кузовщина Но Именно в плане дизайна локации Он что-то такой очень скудный Я понимаю, что бюджета очень мало Но при всем при этом Как бы под конец Опять же говорю То есть поначалу Я мог закрывать на какие-то вещи глаза Да, там на те же самые катсцены Которые максимально уродские Ну, я имею ввиду Которые вот эти вот слайдами Да Просто как бы на PlayStation 2 За Наверное, такой же бюджет Сделали Devil May Cry 3 И там все катсцены Были сделаны нормально А здесь Ну, вы видите Ну, этот трэш Как бы есть нормальные катсцены Здесь прикольно сделаны А есть вот эти вот слайды Они прям ни к селу, ни к городу И уже под конец Опять же начинают Задалбливать Ну и плюс Боевая система Честно Я пока ее не выкупил Как-то я не вижу здесь Типа Мотивации в целом Использовать другое оружие Кроме меча Блин, и чего-то еще Фиг знает То есть как-то я Без особых восторгов На это смотрю То есть боевая система Неплохая Но с тем же Devil May Cry Она просто Никакое сравнение не идет Были игры Понимаете Были слэшеры До байонеты И они как бы Были сделаны на Гораздо более Качественном уровне И это просто Глупо отрицать Максимально Сама по себе байка Я поначалу не понимал То есть она мне вызывала Реально дикий смех Поначалу как бы Да там все дела Я реально получал От нее удовольствие То есть опять же Это неплохая игра Ни в коем случае Вообще вот неплохая Ни в коем случае Но это средняя игра Средняя У нее появилась Некая фан-база Безусловно Благодаря которой Появилась на свет Вторая часть Которую там просто Превозносят И вот мне хочется Тоже это проверить Ну насколько Перехвалена вторая часть И перехвалена ли она Может быть Она действительно Так хороша Как про нее говорят Но Про первую байку Могу сказать все же да Она сильно перехвалена Сильно перехвалена Но опять же Это неплохая игра В нее можно играть В нее От нее можно Получать удовольствие Причем немало Тут яркие персонажи Смешные Тут Бен Это просто прекрасно Сама по себе Да Но как игра Она вот такая вот Типа прям Моментами Очень хорошо А моментами Невероятно плохо И она вызывает Такое вот Противоречивое Очень чувство Вот на данном этапе игры Может быть Сейчас я пройду ее до конца И как бы Моя позиция Слегка поменяется Да То есть Я хочу чтобы вы понимали Главное Когда вы смотрите Прохождение Да И вот У меня может Мнение О игре Скакать постоянно Почему это происходит Потому что Ну в один момент игры Ну эта самая игра Вызывает у меня Одни эмоции А в другие моменты Она вызывает у меня другие И в конце уже Когда полностью я прохожу игру Там уже такое Более осмысленное мнение Обо всем Да То есть пока что Вот сегодня Прям было больше Наверное Негатива вызвано Чем позитива Да И я обозначил Те моменты Которые типа Меня не устраивают здесь Пишите опять же Что вы думаете Да То есть опять же Я только одно прошу Ребят Без всякого фанатизма Потому что честно Меня фанатизм Всегда убивал Я вот прям Не люблю Когда люди Вот прям с пены у рта Там отрицают Какие-то очевидные вещи Или Когда им так нравится игра Что они закрывают глаза На недостатки Да То есть Попытаются превозносить плюсы Забывая про минусы То есть нельзя так делать Нужно все-таки подходить Более рационально к вопросу То есть опять же То что я говорю Это не значит Что вам не должно нравиться Игра или еще что-то Я просто здесь высказываюсь Да Что я думаю Мои мысли Касательно того Что я вижу здесь Вот И как бы ну Такие вот пироги Давайте сейчас быстренько Постреляем А я с вами прощаюсь Спасибо что смотрели Не забывайте Тыкать пальчики вверх Комментировать Подписывайтесь на канал На соцсети Все подписывайтесь Там новости канала Подписывайтесь на Twitch Там проходят трансляции На второй канал Подписывайтесь Там записи трансляции Выкладываются Если вы пропустили На третий канал Подписывайтесь Там будут выходить Ролики про игровую индустрию А также не забывайте Поддерживать канал Рублем Это помогает ему Не закрыться И развиваться А на сегодня все Всем спасибо Всем пока Куда мы там Сейчас отправимся Интересно Вот сюда Ага Хорошо Все Всем пока Остров в небесах Остров солнца Группа Эдавол Когда-то бывшая Эти компанией Среднего звена Посредством поглощения Расширила свою Бизнес-основу И стала одним Из ведущих Мировых конгломератов Их штаб-квартира Является рукотворный Остров у побережья Вигрида Называемый Островом солнца Изначально он был Построен для Концентрации Промышленности Вигрида В одной зоне И способствования Дальнейшему Расширению Производства В действительности Его функция Была направлять Огромные средства Властям Создавая Подконтрольный Группе Эдавол С целью Содействия Созданию Теократии Генеральный Директор Группы Эдавол Выдающий Себя За потомка Сияющих Использовал Свою политическую И экономическую Власть Эксплуатировал Веру людей Чтобы починить Вигрид Своей воле Также он Влиял И на постройку Острова И на промышленное Планирование Города Чтобы оно Соответствовало Его религиозным Взглядом Здания Выстроены Таким образом Как если бы Они были Огромной спиралью Притянутой К центру Острова Реальность Трех миров Известная Как космос Хаосы Среди этих Городских Сооружений Находятся Стратегические Защитные Узлы Укомплектованные ПВО Называемые Гелохорном Высотные Здания Создающие Стремящийся К небу Барьер Который Почти неуязвим В центре Этой Защищенной Завеса Лежит Комплекс Идавл Сердце Всего Конгломерата У меня Была Возможность Получить О нем Важную Информацию В то Время Как Внешне Это Символ Богатства И гордости В святая Святые Здания Проводятся Продвинутые Энергетические Исследования Которые Директор Скрытно Использует В качестве Орудия Которое Как он Надеется Позволит Ему Перестроить Мир Согласно Своему Виденью Это Звучит Абсурно Но Я Видел Настолько Странные Вещи На Этом Острове Что Теперь Верю В это Всем Сердцем И Душой Генеральный Директор Идавл 2 Есть Еще Одна Вещь Беспокоящая Меня В Балдере Ходят Слухи Что Он Принимал Участие В игре Жрецов Другими Словами Отчаянно Разыскивал Оставшихся Ведьм Тени Для содействия Своим Исследованием Энергии Нового Поколения Трудно Поверить Что Член Этого Клана Который Как Думали Вымер 500 Лет Назад Все Еще Остается Неведом Для Целого Мира Однако С учетом Того Что Они Как Смотрители Этого Мира Якобы Обладали Огромной Мощью Говорят Что Этот Самозваный Жрец Балдер Активно Ищет Ведьму Что Вызывает Во мне Противоречивые Чувства Конечно Исследование Энергии Нового Поколения Звучит Невероятно Привлекательно Однако Изумительный Взлет Балдера И его Новой Компании Захват Контроля Над Арсеналами Вооружений И укреплений Тщательно Скрывалось От Внимания СМИ Возможно Ли Искренне Говорить Что Вся Эта Секретность Могла Б понадобиться Для Мирных Целей Другим Тревожным Знаком Является То С такой Легкостью Можно В последнее Время Получить Информацию Об Эдаволе Может Это Только Мое Журналистское Чутье Но Мне Кажется Что Сам Балдер Целенаправленно Сливает Информацию Но Такое Допущение Ставит Меня В тупик С тех Пор Как Я Начал Расследовать Трансформацию Вигрида И того Что Скрывает Группа Эдавола Я Был На Верном Пути К Постижению Истины Будь Я Проклят Даже Если Это Ловушка Я Должен Преуспеть И Узнать Правду